Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford & Россия. Ура, дождались! Сегодня с утра объявили официально. Manchester United выпустил вот такой вот замечательный твит, в котором написал, что Manchester United рад анонсировать договоренность о трансфере Ромелу Лукаку. И ему теперь осталось всего лишь пройти медицинское обследование и согласовать условия личного контракта. Ну, точнее, наоборот, сначала условия личного контракта, а затем медицинское обследование. Друзья, это очень и очень хороший качественный трансфер и усиление нашей команды, ввиду отсутствия Златана Ибрагимовича и невозможности приобретения Антуана Гризмана. И этим летом мы говорили про Марату, но Лукаку, на мой взгляд, гораздо лучше, чем Марата. В том плане, что он уже заигран в английской футбольной премьер-лиге. И уже, ну, как бы он давно уже всем доказал то, что он может играть в Англии и на большом уровне. Уровень Manchester United, вот такая фотография, ее выложил Фил Невилл. Совсем не умеют наши в последнее время как-то конспирироваться. То Adidas там сливает форму заранее, да, то вот теперь футболка Manchester United на Ромелу Лукаку вот так вот выглядит. И Фил Невилл это выложил в своем Инстаграм сегодня. Так что да, уже можно официально сказать, что Ромелу Лукаку добро пожаловать на Old Trafford. Так вот, в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, кто же к нам приехал и какие есть плюсы и минусы. Плюс мы сделаем то, чего, ну, что должны были сделать давным-давно. Мы сравним Ромелу Лукаку, нет, не с Маратой, а со Златаном Ибрагимовичем. Поэтому давайте начинать. И вначале прямо рассмотрим, кто такой Ромелу Лукаку. Итак, его профиль на ваших экранах. Ромелу Лукаку это бельгиец. Второе гражданство у него это Демократическая Республика Конго. Возраст 24 года Ромелу Лукаку. То есть, достаточно молодой, уже два раза становившийся вторым лучшим бомбардиром Англии футболист. Дебют в английской футбольной премьер-лиге у него состоялся 27 августа 2011 года. Это был матч против Челси. Антромметрические данные у Лукаку ничем не уступают Ибрагимовичу. Рост у него 190 сантиметров, вес 94 килограмма. Всего на сегодняшний день Лукаку провел в английской футбольной премьер-лиге 186 матчей. И отметился 85 забитыми голами. Вот такой вот нападающий приехал, ну приезжает на Ултраффорд. Еще все в процессе, но я уверен, что в ближайшие дни все будет официально подтверждено. Откуда вообще взялся Ромелу Лукаку? Он начинал в 13 лет играть в Академии Андерлехта. Бельгийского Андерлехта, недавнего нашего, кстати, соперника по Лиге Европы. И мы в нашем выпуске говорили о том, что Лукаку за ним играл, за этот бельгийский клуб. Так вот, начал он играть в 13 лет за молодежную команду, ну за Академию, да, точнее. А уже в 16 лет, в 2009 году, стал вызываться в первую команду. После чего, ну поиграв там пару лет, в 2011 году, летом 2011 года, перешел в лондонский Челси. Оттуда я вам напомню то, что он был отдан в аренду сначала в Вестбромвич. И все мы с вами помним матч Вестбромвича против Манчестер Юнайтед. Это был прощальный матч с Эра Алекса Фергюсона, последний в премьер-лиге. И тогда была феерическая ничья со счетом 5-5, когда мы вели 5-2. Затем, как пошутил сам Ферги на тестимониале Майкла Каррика на матче в честь англичанина, он говорил, мы ведем 5-2, я выпускаю Фердинанда, и Лукако забивает из-под него три гола. Да, действительно, очень памятный матч. Уже тогда Лукако заявил о том, что он может забивать любым командам абсолютно на любом уровне. И затем осуществил всего переход в Эвертон в 2014, по-моему, году. За сумму, по-моему, в 30 или 35 миллионов фунтов говорили, что вот Эвертон совершенно там расходует деньги неадекватно. Но, друзья мои, вот прошло сколько? Ну, 3 или 4 года. 4 сезона, по-моему, Лукако провел на Гудисон Парк. И вот теперь он переходит в Манчестер Юнайтед за 75 миллионов фунтов. Именно такая цифра фигурирует в СМИ. Это официальные отступные, чтобы вы понимали. Да, это Клаусула, которую платит Манчестер Юнайтед Эвертону для того, чтобы Лукако перешел в Юнайтед. Плюс, ну, какие-то бонусы, я думаю, что все же согласовали в зависимости от поступлений Лукако за Манчестер Юнайтед. Давайте двигаться дальше и посмотрим на статистику Ромелу Лукако. И начнем, пожалуй, со статистики в среднем за матч. Ну, вот такая вот полосочка на ваших экранах сейчас внизу. Итак, в среднем за игру Ромелу Лукако забивает 0,7 гола. То есть, грубо говоря, в каждом втором матче он точно забивает гол. И даже чаще бывает. В некоторых матчах он забивает по 2. Что же касается голевых передач и игры на команду. Об этом мы подробнее поговорим в сравнении Лукако со Златаном Ибрагимовичем. В общем, пока что мы констатируем просто цифру 0,2 голевых передач за игру. Это значит то, что, ну, примерно в среднем в каждой пятой игре Лукако отдает голевой пас. Что, в принципе, для форварда, на которого играет вся команда, достаточно хороший показатель. Очень редко фалит Ромелу Лукако. И мы об этом тоже поговорим в отдельном блоке сравнения с Ибрагимовичем. Желтых карточек у него всего три за этот сезон. И красный нет ни одной. Достаточно дисциплинированный футболист для своего молодого возраста. И то ли еще будет дальше. Что касается ударов за игру, да, ну, сколько ударов наносит человек за игру и ударов в створ. Сэр Алекс Фергюсон когда-то говорил, что независимо от того, как играет Криштиану Роналду, какой матч он проводит и в какой бы форме он ни находился, он в среднем наносит три удара за игру, что для форварда очень и очень классный показатель. Так вот, у Ромелу Лукако он равен 2,6. Это значит то, что более двух ударов по воротам он наносит. И из них каждый второй приходится в створ. Друзья мои, для форварда это замечательные цифры, чтобы вы понимали. Дальше мы, конечно же, опять же сравним с Ибрагимовичем. Но пока что для понимания, для форварда это очень и очень хорошие цифры. Больше двух ударов за игру. Что же касается передач. 70% у Ромелу Лукако точность передач. То есть, ну, как бы он каждую третью передачу, можно сказать, отдает не точно. Но при этом он отдает этих передач более 20. То есть, это достаточно командный игрок, который с командой взаимодействует очень и очень здорово. Он также выполняет много, ну, не очень много, да, но кроссы. Кроссы это у англичан передачи с фланга навесные в центр. Это зависит от его игры, да. Если Ибрагимович, он играл больше такого нападающего штрафной площадки, то Лукако периодически смещался там на какой-то из флангов и выполнял вот эти подачи, которые его партнеры могли замыкать. Что касается дриблинга, у Лукако, несмотря на свои габариты, в среднем форвард совершает более трех обводок за игру и каждая вторая успешна. То есть, но в плане дриблинга Лукако тоже, тоже очень хорош. Он очень молод еще, да, но при этом уже достаточно хорош в плане дриблинга. Ну и при своих антропометрических данных метр девяносто, рост у него и достаточно, ну, такой тяжеловесный форвард, так скажем. Но с мячом обращается очень и очень здорово. Единственное, в чем надо прибавлять Ромелу Лукако и на что мы обращаем внимание на сегодняшний день, ему надо прибавлять в отборах и игре на втором этаже, потому что он на втором этаже борется очень много, но при этом достаточно часто проигрывает. Кроме этого, ну, в защите его же Зэма Урине, я думаю, что отрабатывать научит. Что же касается дальше. Прежде чем мы перейдем к модулю сравнения, так скажем, да, статистики Златан Ибрагимовича и Ромелу Лукако, давайте посмотрим вот на эту вот картинку, да, она сейчас на ваших экранах. Это конверсия, ну, то есть, сколько ударов завершилось голами. За последние два сезона мы видим четко пять мест, да. На первом месте лучший бомбардиль последних двух сезонов – это Харри Кейн. И, ну, на самом деле было бы здорово иметь его в МЮ, потому что англичанин, потому что лучший бомбардир последних двух сезонов и так далее, и так далее. Но за Кейна затребовали более 200 миллионов, затребовали бы за Кейна. Что, в принципе, за Харри Кейна платить такие деньги, ну, я считаю, что не стоит. Так вот, 20% и 33% у Харри Кейна, чтобы вы понимали, это относительно количества ударов. То есть, вот, количество голов, да, мы видим первые колонки, и вот эти голы превратились там из ударов, да. Ну, грубо говоря, я думаю, что вы меня поняли. Второе место. Ромелу Лукаку на протяжении двух сезонов занимает это место, ну, по совокупности, естественно. 21% и 29% конверсия его ударов поворотом. На третьем месте Алексис Санчес, 18-28%. На четвертом – Диего Коста, 23-25%. Соответственно, на пятом месте Серхио Агуэра, 26-20%. Серхио Агуэра сейчас попал, ну, в такую среду, где ему не очень-то здорово. Да, Пеп Гвардиола там что-то творит в Манчестер-Сити, что, мне кажется, не понимает даже сам Пеп Гвардиола. Ну, ладно. Мы как-нибудь по окончании трансферов об этом поговорим. О конкурентах. Теперь давайте сравним Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку. Итак, друзья, давайте же сравним показатели Ибрагимовича и Ромелу Лукаку. Начнем с атаки, пожалуй. Итак, по уголам мы с вами разницу знаем. Ибрагимович забил 17 мячей. Лукаку завершил 25 ударов успешно. Головой Лукаку забил больше. 6 против 4. Левой ногой, естественно, Лукаку больше. Ну, поскольку он левоногий, больше футболист. Да, 12 против 2 по ударам правой ногой, результативным 7-11 в пользу Ибрагимовича. Здесь вот очень хочется обратить внимание на строку ударов. Ударов у Ибрагимовича и Лукаку примерно одинаковое количество. 115 против 110. А вот дальше смотрим на удары в створ. 46 у Ибрагимовича против 55 у бельгийца. Пенальти 2-1. Но здесь небольшая разница. И дальше вот big chances missed. То есть большие шансы, которые форвард упустил. И здесь невероятная разница. Практически в два раза. Ибрагимович упустил 18 возможностей забить. А Лукаку всего лишь 8. Ну и в штанги и перекладины попадали Ибрагимович один раз. И Лукаку три раза. Таким образом, по статистике в атаке можно сделать вывод, что Ибрагимович упускал очень много шансов. Но это и было видно по всему сезону. В ходе всего сезона по матчам Лукак уже к своим шансам относится более или менее здорово. Давайте посмотрим игру обоих форвардов в защите. Начнем, пожалуй, с Ибрагимовича. Да, ну просто мы сравним их. Да, игра в защите. Ну, понятно, клиншитс примерно одинаковая. Отборы примерно одинаковые. Перехваты. Почему-то у Лукаку совершенно нету перехватов. Видимо, перехватов Лукаку не делал. Вот это очень важный момент. Да, выигранные единоборства. И проигранные. У Ибрагимовича выигранных единоборств 130. Против Лукаку, у которого 242. Но здесь совершенно, как бы, да, несопоставимые. Но при этом по проигранным Лукаку тоже выигрывает, да, так скажем, не в лучшую сторону. 344 против почти что 200. Если мы посмотрим на верховые единоборства, опять же, у Ибрагимовича 83 выигранных и 84 проигранных. У Лукаку 136 выигранных и 185 проигранных. То есть, ну, в целом можно сказать, что Лукаку больше борется на втором этаже, чем Ибрагимович, наверное. Но при этом Швед больше выигрывает. Заблокированных ударов у Ибрагимовича 32, у Лукаку 24. Но это связано, наверное, с тем, что все-таки бельгиец меньше отрабатывает в защите, нежели этого требует от Ибрагимовича Жозе Мауриню. Требовал, да, точнее. Ну и выносы мяча 22-27 здесь нам ничего особо не говорит. По игре в защите Златан, наверное, будет предпочтительнее. Но здесь хочется заметить, что Лукаку будет прибавлять в этом смысле. Потому что, ну, работа с Жозе Мауриню должна на этом сказаться. Финальные параметры, которые я хотел посмотреть, это игра на команду и дисциплина футболиста. Здесь мы видим то, что по голевым передачам у Лукаку небольшой перевес 6 против 5. По возможностям, да, которые, ну, голевые моменты, так скажем, которые создавали эти оба форварда, они равны. По количеству пасов Ибрагимович незначительно превосходит Лукаку. По количеству кроссов или передач с фланга в штрафную площадь здесь у Лукаку гораздо большее преимущество. Но это неудивительно, потому что Ибрагимович больше играл в штрафной, нежели Лукаку. Лукаку иногда свалился на фланг и все-таки эти кроссы совершал. Но точные, вот здесь хочется заострить внимание, точные дальние передачи. У Ибрагимовича 39 против 19 у Лукаку в 2 раза больше точность у Ибрагимовича. Но оно и не мудрено, сколько опыта у Златана и Лукаку еще достаточно молодой. По дисциплине офсайдов примерно равное количество. Фалил больше Ибрагимович и желтых карточек получал тоже больше наш любимый Швед. Таким образом, можно сделать вывод, что игра на команду и в плане дисциплины здесь у Лукаку тоже, пожалуй, больший потенциал для развития. Он более дисциплинированный, нежели Ибрагимович. Хотя Швед проиграл весь сезон очень и очень неплохо и получил только 7 желтых карточек. Ну а на команду Лукаку играет значительно больше. Ну, по крайней мере, так было бы Эвертоне. Что будет в Манчестере, мы с вами будем смотреть. Скорее всего, Лукаку станет таким вот таргетменом, его принято называть. Или человек, на которого сваливается вся игра именно в штрафной площади. Что ж, друзья, вот такая вот получилась сравнительная статистика. Пишите в комментариях обязательно, что думаете вы. Ну, понятно то, что Ибрагимович, скорее всего, к нам вернется где-то ближе к зимнему трансферному окну. Но, в целом, считаете ли вы приобретение Лукаку весомым приобретением? Да? Лучший ли это выбор на рынке? Обязательно пишите, и ваши комментарии я озвучу обязательно в следующем выпуске. Лучшие из тех, которые будут написаны. Ромео Лукаку это молодой нападающий, который уже подтвердил свой статус. Да, поиграв за Эвертон, Вестбромвич и за Челси, пусть немножко, но все-таки поиграл Ромео. Лукаку забивает очень много аутсайдерам и решает большинство проблем, которые были у Ман Юнайтед в прошлом сезоне. Плюс, давайте не будем забывать, что Ромео Лукаку это большой друг поля Погба. И, собственно, мне кажется, что Погба сыграл в этом трансфере достаточно весомую роль. Поэтому связка Погба-Лукаку будет, мне кажется, одной из основных. И вот здесь, друзья, для всех тех, кто ненавидел поля Погба в этом сезоне. Давайте посмотрим, как он будет играть в следующем. Потому что конверсия, как мы видим, у Ромео Лукаку гораздо выше, чем у Златана Ибрагимовича. И выше, чем у многих в премьер-лиге. Собственно, выше конверсии, чем у Лукаку, только у Харри Кейна, который играет в Тоттенхене. Посмотрим, сколько ассистов или голевых передач будет у поля Погба в этом сезоне. Друзья, я думаю, все мы с вами удивимся. Даже те, кто поддерживал поля на протяжении всего сезона. Подводя итоги, Лукаку может очень много дать Манчестер Юнайтед, но при этом ему очень много нужно будет над собой работать. И в частности, отрабатывать в обороне. Думаю, что все старые обиды между Лукаку и Маурини остались в прошлом. Собственно, как между Матой и Маурини. И новая команда, новый стиль игры. Думаю, что Лукаку придется ко двору. Что думаете вы? Обязательно пишите в комментариях. Опять же, лучшими комментариями я поделюсь с вами в следующем выпуске. У меня на этом все. С вами был Алексей. Кстати, как бонус, очень жалко болельщиков Арсенала, который подписал Лика Зета за день до того, как Юнайтед согласовал с Эвертоном к Лоусулу. Да, или сумму отступных за Лукаку. Лика Зет в Арсенале это очень хороший ход. И они надеялись, что вот стали появляться заголовки, что Лика Зет в Арсенале, что он может дать команде Венгера. Вот сейчас мы заиграем очень здорово. И только-только все вот это начало развиваться, как на следующий день, бам, и Манчестер Юнайтед перехватывает абсолютно все заголовки, абсолютно во всех СМИ. Никто уже не помнит про то, что Лика Зета подписал Арсенал. Все говорят про Лукаку, про сумму отступных, нужен ли он Маурению, почему не Марата, что будет с Ибрагимовичем. Вновь МЮ на вершине вот такого вот Олимпа СМИ, можно сказать. Немножко жалко Арсенал, но тем не менее достаточно забавно. Все, на этом прощаюсь. Пишите обязательно в комментариях, нравится ли вам такого рода выпуски, да, со статистикой и сравнением и так далее. Возможно, мы их будем делать больше в нынешнем сезоне. Друзья мои, нам скоро год, нашему каналу скоро год, и у нас будет вам небольшой сюрприз, поэтому обязательно оставайтесь на связи. До новых встреч, пока-пока.